Многие мои видео не обходятся без исторических разборов, потому что невозможно рассказать о каком-либо событии или объекте, пусть даже современном, вне контекста. Всегда чему-либо предшествовала какая-то история. И я стал ловить себя на мысли, что повторяюсь, что уже где-то об этом рассказывал, что те же самые люди были участниками тех или иных событий. Так родилась идея создать цикл роликов под общим названием «Предатели». Предатели — это достаточно резкое определение, и естественно, что многие из перечисленных личностей, их сторонников и симпатизантов не будут с ним согласны. Однако исторические факты — штука беспощадная, тем более, когда эти факты были доказаны в судах. Но, как можно догадаться, несмотря на все эти суды, вирус предательства жизнестоек. Власовщина не закончилась после казни Власова, да и Власов был далеко не единственным, а прямо сейчас на СВО против нас воюют хоть и малочисленные, но русские коллаборационистские формирования. Об этом нельзя молчать, нельзя заметать проблему под ковер, как это было в советские времена. Про предательство надо говорить прямо, надо его клеймить, чем мы и займемся. Ну и не забывайте, что многие из перечисленных в этом видео признаны военными преступниками, экстремистами, террористами и просто иноагентами. Всех их мы обсуждаем и желаем им заслуженного наказания. Предательство или, как принято сейчас говорить, коллаборационизм во все времена считалось одним из самых тяжких преступлений, которые может совершить человек. И это неспроста, потому что порой один предатель мог нанести больше вреда, чем все вражеское войско. Например, в выпуске «Война» я рассказывал про предателя из секретного советского НИИ Адольфа Толкачева. Напомню, согласно современным признаниям уже бывших сотрудников ЦРУ, только по одному из полученных от предателя пакетов документов США сэкономили несколько миллиардов долларов и пять лет исследований. А ведь Толкачев снабжал США ценнейшей информацией на протяжении почти восьми лет. Поэтому предатели никогда и нигде не любили, не уважали, их сурово наказывали и от них избавлялись без всякой жалости. Тут, кстати, наблюдается смысловой парадокс, потому что, естественно, большинство предателей себя таковыми не считают. Свой поступок они объясняют политическими, идеологическими, личными мотивами, стечением обстоятельств, страхом, угрозой жизни. Впрочем, этой темы я коснусь далее. А причин для работы на врага действительно может быть массой. И действительно, далеко не все люди, которые работали на врага, достойны позорного клейма предателя. С подобной проблемой столкнулись власти Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Потому что к концу 1941 года на оккупированных немцами территориях оставалось около 70 миллионов советских граждан. И многие в целях выживания просто не могли не контактировать с немцами или работать в администрациях. Например, работники электростанций или водоканалов. Что уж говорить про тех, кого угнали на Запад. Например, работать на военных заводах фашистов. В связи с этим властям пришлось вносить пояснение. С начала февраля 1942 года был приказ по НКВД, а в мае уже был приказ генпрокурора СССР, что под предательством, а согласно УК СССР, это та самая знаменитая 58 статья, можно понимать лишь добровольное служение или оказание помощи оккупантов. Так что, когда я говорю о предательстве, я имею в виду в первую очередь то же самое. Кроме того, у нас здесь не суд, не составление научной монографии, а поэтому играться в юридические термины или в уголовно-процессуальное право я считаю излишним. Это блок с субъективным высказыванием. А потому под определение «предатели» вполне могут попасть себе русские по национальности, но при этом граждане иностранных государств. Скажем, русские с немецким паспортом, которые воюют против русских и России. Но об этом поговорим далее. Вообще термин «коллаборационизм» в негативном его понимании появился уже после Второй мировой войны, и за это надо благодарить французского маршала и фашиста Филиппа Петена. Когда в 1940 году гитлеровская Германия оккупировала большую часть Франции, на этой территории возникло подконтрольное немцам французское правительство, которое возглавил маршал Петен. Он обратился к французам с объявлением, что теперь Франция будет всячески сотрудничать с нацистами. Собственно, коллаборационизм – это сотрудничество с французского. Но исторические события дали слову вполне определенный смысл. С тех пор коллаборационизм – это именно работа на врага. Добровольная работа. И тема коллаборационизма среди народов Советского Союза, и в том числе среди русских, не особо приветствовалась. По разным причинам. Начиная от нежелания партийного руководства портить красивый облик советского интернационализма, дружбы народов, и заканчивая тем, что национальные проявления коллаборационизма сохранялись еще долгие годы после окончания Великой Отечественной войны. Например, это было в Прибалтике и на Западной Украине. Для большинства наших людей самым ярким проявлением коллаборационизма в годы Великой Отечественной войны, ставшим потом именем нарицательным, стало Власовское движение – русская освободительная армия под командованием генерала Андрея Власова. Однако на самом деле РОА появилась лишь на излете Великой Отечественной, когда уже, собственно, все было предрешено. Просто долгое время генерала Власова немцы использовали как пропагандистский инструмент. Возили его по концлагерям, чтобы он вел агитацию среди пленных советских военнослужащих. Делали с ним пропагандистские материалы и так далее. А на деле под его руководством не было никакой военной силы. Первая дивизия РОА была создана только в конце ноября 1944 года. Практически сразу после появления так называемого Комитета освобождения народов России, сокращенно Конор. Конор – это политическая платформа для придания веса русским и прочим национальным коллаборационистам, которые воевали против СССР. Такое своеобразное правительство в изгнании. Как форум свободных народов пост России, о котором я как-то рассказывал, например, в ролике «Торговцы Родины». Это где бывший депутат Илья Пономарев пообещал японскому парламенту отдать Японии Курилы и Сахалин. На самом деле русских формирований во время Великой Отечественной войны, выполнявших полицейские, карательные, военные, разведывательные функции, хватало. Не всегда они были многочисленны, но список был обширный. Я перечислю лишь некоторые самые известные и крупные из них. Русская освободительная народная армия, сокращенно РОНА. Она же бригада Каминского или Каменцы. На пике своей силы насчитывала до 8 тысяч бойцов. Позднее переформатирована в 29-ю дивизию СС РОНА. Как и многие русские коллаборационистские формирования, потом РОНА вошла в состав РОАД. Первая русская национальная армия. Она также известна под множеством названий, но гораздо чаще это подразделение называют просто дивизия Русланд. Командовал ей белый эмигрант Смысловский. Называют разное количество солдат и офицеров в ней, от 6 до 10 тысяч за все время войны. Это одно из подразделений, которое не попало под РОА, потому что там служило большое количество белых эмигрантов, а РОА собиралась в первую очередь из бывших пленных советских солдат и офицеров. Русский охранный корпус. Это чисто эмигрантская тема. Для тех, кто считал Великую Отечественную войну продолжением войны гражданской, возможно, даже кто-то из вас слышал фразу «От боя не было, борьба продолжается». Она принадлежит бывшему царскому генералу, который потом сыграет большую роль в белом движении, Алексею фон Лампе. Кстати, сам фон Лампе с первых дней войны предлагал нацистам свою помощь. Позднее начал сотрудничать с Власовым, а в итоге записался добровольцем вооруженной силы Конор. Его участие в боях с советской армией помешало только то, что это уже был самый конец войны. Немцы очень долгое время морозили фон Лампе с его предложениями позволить воевать белогвардейцам против СССР. Собственно, когда нацисты все же согласились на их помощь, то отправили русский охранный корпус на Балканы воевать с партизанами, прежде всего с сербами. За время войны через корпус прошло 17 тысяч человек. Идем далее. Первая казачья дивизия вермахта, которая затем стала 15-м казачьим кавалерийским корпусом СС. Здесь я бы сразу упомянул еще и казачий стан. Все эти подразделения были достаточно разношерстны, а общая численность является предметом дискуссии. Но все сходятся, что казаков на стороне Гитлера было несколько десятков тысяч за время войны. Первая казачья дивизия вермахта, которая затем стала 15-м казачьим кавалерийским корпусом СС. Здесь я бы сразу упомянул еще и казачий стан. Все эти подразделения были достаточно разношерстны, а общая численность является предметом дискуссии. Но все сходится, что казаков на стороне Гитлера было несколько десятков тысяч за все время войны. 30-я добровольческая дивизия СС. Хотя тут только отчасти. Она формировалась преимущественно из полицаев, отступивших с немцами из Белоруссии. А потому ее называют как 1-я белорусская дивизия СС, так и 2-я русская дивизия СС. На этом я бы остановил перечисление. Но подчеркну, все это не учитывает многочисленные группы и отряды из русских, собранные для выполнения специальных задач, например, Абвера, немецкой военной разведки. Не говоря уже о различных полицаях и Хиви. А теперь важный вопрос. Так сколько же всего русских воевало на стороне Гитлера? Согласно данным российского историка Дробязко, через различные коллаборационистские формирования, а это не только военные, за все время войны прошло около 1% населения. Притом в зависимости от региона, этот процент меняется, например, в Прибалтике было больше 6% коллаборационистов. А всего же, напоминаю, на оккупированных территориях осталось около 70 миллионов советских граждан. Впрочем, посыпать голову пеплом как же много, тоже рано. Потому что и количество дезертирств из коллаборационистских формирований было огромным. И речь не про 1945 год, когда война шла к завершению. Первые побеги начались еще в 1942 году, когда не было понятно, вообще устоит ли Советский Союз. А с июня по декабрь 1943 года, то есть за 6 месяцев, из коллаборационистских формирований на советскую сторону перешли более 10 тысяч человек. Ну и про самый красочный пример я рассказывал в одном из выпусков. Это история первой русской национальной бригады СС «Дружина». Состоящая из предателей, перешедших нас в сторону немцев, отметившаяся военными преступлениями, почти в полном составе, бригада перешла нам в сторону СССР, став первой антифашистской партизанской бригадой. Практически все ее бойцы искупили свою вину перед родиной, своей кровью. Это все было весомой причиной, по которой немцы не спешили использовать широко коллаборационистские формирования. Но это еще помимо того, что они рассчитывали вообще-то уничтожить все славянское население на оккупированных территориях Советского Союза. Однако в 90-х годах, пользуясь общим развалом страны и тем, что в советское время тема коллаборационизма широко не освещалась, появилось множество работ так называемых ревизионистов, где утверждалось, что против советской власти и лично Сталина поднялся чуть ли не каждый пятый гражданин, что на стороне немцев одномоментно воевали полтора миллиона русских. И это только русских. Бедный Гитлер, он все время мучился вопросом, где ему взять еще войска. А он, получается, счастья своего не знал. Оказывается, миллионы русских готовы были встать под ружье. Но, конечно, нет. Зачастую все эти исполинские цифры это такой же элемент пропаганды, как и россказни о том, что немцы пришли исключительно для того, чтобы свергнуть Сталина и подарить русским их собственное русское национальное государство. Ну вот такие нацисты-альтруисты. Это все сейчас звучит смешно. А тогда люди в это реально верили. Именно эта святая вера, что немцы пришли, чтобы освободить народы Советского Союза от жидобольшевистского иго и тирана Сталина, эта цитата, если что, доминировала в умах коллаборационистов. В крайнем случае они считали, что это не гитлеровцы используют их, а они гитлеровцев, что немцы сейчас снесут большевиков, ну а мы-то уж прогоним немцев. Одна из крупнейших организаций, которая исповедовала данный тезис, это Народно-Трудовой Союз, сокращенно НТС. Да, я уже кратко рассказывал о них в выпуске Торговцы Родиной. НТС или движение солидаристов также был собран эмигрантами, сторонниками белого движения, которые видели своей целью построение русского национального государства. А в Гитлере они видели именно тот ключик, который позволит им открыть ларец с счастьем. Члены НТС умудрились под носом у немцев внедрить своих людей практически во все коллаборационистские формирования, а в случае с дивизией СС Рона и вовсе встать во главе подразделения, тем более когда сами немцы казнили командира Каминского. Хотя, конечно, не надо держать немцев за дураков, они старались противостоять самому правству НТС. В конечном счете, несколько членов организации попали в концлагеря и были убиты. Однако, уже после войны этот факт стал использоваться самими членами НТС для самооправдания, мол, мы не сотрудничали никогда с немцами, вон они нас как. Аргументация примерно такая же, как у современных бандеровцев, мол, Бандера же сидел в немецком концлагере. НТС поистине уникальная организация. Не только потому, что она сотрудничала с нацистами, а уже в годы холодной войны сотрудничала со спецслужбами США и Великобритании против Советского Союза, но и потому, что она дожила до наших дней. И более того, ее члены вполне себе комфортно и спокойно себя ощущают в современной России. Впрочем, некоторые из них не совсем осознанно, но сослужили хорошую службу, в особенности при подготовке данного выпуска. Дело в том, что члены НТС свято чтят историю своей организации и биографии своих соратников, а потому они скрупулезно, дотошно расписывают все свои похождения и подвиги. Например, очень помог член НТС российский историк Кирилл Александров. Благодаря его книге про генерала Алексея фон Лапа мы и узнали, что в годы Великой Отечественной войны он активно сотрудничал и с гитлеровцами, и с Власовым. Просто в большинстве источников нигде не найти информации. И это вообще достаточно часто встречающаяся проблема в биографиях эмигрантов-белогвардейцев, когда досконально расписана их биография в годы Гражданской войны, в годы эмиграции. Потом почему-то пропуск информации про их жизнь в 40-е годы, потом снова нормальная биография. Но мы же понимаем, почему так. Кирилл Александров, как типичный НТСовец, как многие белые эмигранты, как многие коллаборационисты, испытывали прямо животную ненависть к большевизму. И в конце концов на это можно было бы прикрыть глаза, это и политические взгляды, и черт бы с ними. Но они все допускают одну гигантскую ошибку. Воюя с политическим строем, по факту они воевали с простыми русскими людьми. Для примера еще одна история. В 1999 году по заявлению Александрова, главной военной прокуратурой России, был реабилитирован Михаил Тарновский. Он был признан жертвой сталинских репрессий. А я напоминаю, еще в начале выпуска говорил, что по 58-й статье, той самой политической, судили также еще и коллаборационистов. Так вот, этот самый Тарновский, он служил в РУА, был летчиком в чине майора. Более того, сам Александров в НТСовских журналах расписывал боевой путь этого самого Тарновского, как тот успешно воевал с советскими партизанами. А он правда воевал с ними успешно, настолько, что немцы наградили его двумя медалями за храбрость и знаком за борьбу с партизанами. Александров спокойно про это пишет, потому что не видит в советских партизанах никаких русских людей. Для него все это большевики, которых, по его мнению, можно и нужно уничтожать. А потому в 90-х, уже без каких-либо душевных метаний или сомнений, он добился реабилитации власовца, коллаборациониста, нациста Тарновского. Еще раз. Главная проблема многих русских коллаборационистов в годы Великой Отечественной войны в том, что они искренне верили, что они воюют не за Гитлера, что они воюют вместе с ним, что благодаря нему они добьются своих целей по смене политического строя или просто что избавиться от большевиков. Но по факту они были орудием в руках немцев для уничтожения еще большего количества людей, русских людей. И от этой крови им уже не отмыться никогда, как от клейма предателей.